Уважаемые коллеги, мы получили несколько вопросов. Разрешите коротенько остановиться. Какой должен быть алгоритм обследования больных, чтобы не пропустить небольничную пневмонию? Ну, возможно, это скучный ответ, но единственным объективным критерием, на который на все ссылаются и который все принимают, это рентгенологическое исследование. Более того, для того, чтобы исключить пневмонию, нужно выполнить так называемое многопроекционное исследование, но в переводе на русский это означает прямой и боковой снимок. Если на прямом боковом снимке пневмонии нет, то диагноз можно с большой долей вероятности отвергнуть. Существует только три клинических ситуации, так вспоминается только три, может быть их больше, но основную часть, которые, когда рентген нормальный, а пневмония есть, такое тоже может быть. Это если снимок сделан в первые часы развития заболевания, говорят, что первые 24 часа, тогда инфильтрация и отек паренхемы легкого могут еще не наступить. Поэтому иногда бывает так, что пациент обратился и сразу ему сделали рентген, здесь может быть такая сложность встретиться. Вторая ситуация клиническая, это когда у пациента глубокая дегидратация. Такое нередко случается, особенно с пожилыми людьми, которые живут одни, они лежат с пневмонией долго и поступают в больницу в состоянии дегидратации. Там тоже может быть отсутствие инфильтрации на снимке. Но она немедленно, очень быстро развивается, как только больного, как анестезиологи наши говорят, подольют, то есть восполнят объем жидкости. И, наконец, третья ситуация, это когда у больного имеется низкое содержание гранулоцитов, гранулоцитопения. Тогда, конечно, эта инфильтрация, поскольку она состоит из гранулоцитов в основном, также не развивается. А во всех других случаях инфильтрация должна быть при пневмонии. Всякие клинические симптомы, которые очень важны, которых нас учили на пропедевтике и так далее, к сожалению, дают очень большой разброс. То есть пневмонию можно и пропустить, и пневмонию можно гипердиагностикой. Поэтому, если есть возможность, необходимо выполнить рентген исследование. Если такой возможности нет, ну тогда уже на клинический опыт врача нужно рассчитывать, но помню, что ошибок может быть достаточно много. Еще один вопрос. Ну вот, да, сегодня мы говорили о препарате под названием ГЕМИКС. И я хочу еще раз подчеркнуть, что этот препарат во всем мире, и в Западной Европе, и в Европейских рекомендациях, и в Североамериканских, и в Российских, и в наших национальных рекомендациях, респираторные фторфенолоны являются препаратами для пневмонии первой и второй группы, и для амбулаторной практики являются препаратами второго ряда. Это когда антибиотик, первое лечение потерпело неудачу, можно перейти на этот препарат, это полностью совпадает с национальными руководящими документами, это оптимальное решение для врача. И в том ситуации, если больному нельзя назначить препарат первого ряда, непереносимость, недоступность, недавно пользовался этим препаратом и так далее, тогда в качестве альтернативного препарата ГЕМИКС также подходит. Вот это мои вопросы, которые мы решили, мы распределили, и так вопросы мне достались. Позвольте начать с интересного вопроса, интригующего, стоимость препарата ГЕМИКС. Этот препарат появился на рынке Украины где-то с сентября этого года. Дозировка, препарат только для орального применения, дозировка 320 мг, принимается один раз в сутки. В упаковке 10 таблеток, стоимость одной упаковки около 200 гривен. Если мы говорим о том, что антибактериальная терапия является главной патогенетической терапией при инфекции внешних дыхательных путей, то следующим направлением назначения должны быть назначения, которые улучшат проходимость дыхательных путей и реологические свойства мокроты. Если у пациента мокрота выделяется хорошо, то стимулировать и улучшать эти функции не нужно. Тогда стоимость будет заключаться в стоимости одного антибактериального препарата. Ну и вопросы, которые касаются темы сегодняшнего выступления. Какое обострение хронического бронхита или хозула можно считать инфекционным? Ну это очень серьезный вопрос, потому что вы знаете, что обострение этих заболеваний может быть связано с тем, что человек попадает в ситуацию с повышенной агрессивностью полютантов различных, которые находятся в воздухе. И тогда симптомы ухудшаются, но данное обострение вроде как бы не связано с инфекцией. Но если мы говорим о инфекционном обострении, то следом за обострением, которое связано с ухудшением бронхиальной проходимости, может присоединиться и аспект, который связан с инфекционным обострением. Потому что в связи с ухудшением бронхиальной проходимости увеличивается количество микробных колонизаций бронхиальной деревьи и развивается тогда воспалительный процесс уже обусловленной инфекцией. На что следует ориентироваться? Когда мы говорим об обострении, следует ориентироваться на ухудшение симптомов, то есть усиление отышки, усиление кашля. Если мы говорим и хотим сразу провести такую дифференциальную диагностику, является ли это обострение инфекционно обусловленным, сразу выясняем количество мокроты и какая она по характеру на сегодняшний день у наших пациентов. Если пациент говорит о том, что мокроты стало больше, она приобрела желтый или зеленый цвет, то мы можем предположить, что увеличилось количество и гнойность мокроты, что является одним из главных признаков инфекционного обострения бронхиальных абстрактивных заболеваний легких. Если пациент говорит, что мокрота практически перестала выделяться, это связано с ухудшением бронхиальной проходимости и при снятии бронхообструкции или нормализации бронхообструктивного состояния, которое развивается у пациента, мы можем увидеть большое количество гнойной мокроты. Поэтому для нас характер мокроты и анализ мокроты являются основными в определении инфекционного обострения хронических бронхитов и хронических абстрактивных заболеваний легких. А температура не является тем симптомом, на который следует ориентироваться, говоря об инфекционном обострении, потому что температура зачастую бывает очень высокая, особенно в период эпидемии вирусных инфекций. И также она будет у наших пациентов с хроническими заболеваниями дыхательных путей. Но после нескольких дней вирусной атаки мы можем видеть ухудшение показателей мокроты, ухудшение бронхиальной проходимости, и мокрота приобретает опять же гнойный характер. Вот это тот основной признак, на который следует ориентироваться при определении инфекционного обострения хронических бронхитов, их узлы или нет. И второй вопрос, тоже достаточно важный, как правильно выбрать антибиотик для лечения инфекционного обострения хронических бронхитов и хронических абстрактивных заболеваний легких. Выбирая антибиотик, мы должны ориентироваться на те стандарты, которыми мы пользуемся. Мы должны ориентироваться на стандарты назначения антибактериальной терапии, которые разбираются и на обучающих семинарах, и на конференциях, и отражены в нашем протоколе по качеству оказания помощи больным с хроническим абстрактивным заболеванием легких, номер 128. Но чисто практически, наверное, следует ориентироваться на следующие параметры. Если исходно, пациент имеет низкий показатель объема форсированного выдоха за первую секунду, мы предполагаем, что каждое обострение уносит частичку функции легких. Поэтому, определяя, что это обострение инфекционное, назначаем антибиотики. С чего начинаем? Если мы предполагаем наличие синегнойной палочки, тогда это будут препараты антибактериальные, которые имеют антисинегнойную активность. Если мы предполагаем, что нет инфицирования синегнойной палочки, мы назначаем два направления антибактериальных препаратов. Либо это фторхиналоны третьего и четвертого поколения, то есть респираторные, либо это сочетание бета-локтамов и макролидов. Из бета-локтамов мы выбираем защищенные бета-локтамы или цифалоспорины второго и третьего поколения. Если я ответила, спасибо. Как распознать мемонию на фоне гриппа? Слышно? Грипп как заболевание имеет свою четкую клиническую картину, которая, все, наверное, знаете эту шутку, леченый и нелеченый грипп проходит за неделю. Лихорадка при гриппе не может быть очень длительной. И вот те 7-8 антибактериальных препаратов, о которых я вам говорила, которые назначались, к сожалению, в этой эпидемии нашими докторами, совершенно здесь не нужны. Индоксикационный синдром при гриппе максимальный в первые-вторые сутки болезни. В это же время максимальная лихорадка, которая затем снижается. И вот если на температурной кривой у больного появляется вторая волна, это свидетельствует о том, что развивается какое-то заболевание. Скорее всего, это пневмония. При классическом гриппе, который повреждает, поражает в основном эпителий трахеи, если доктор слышит поражение нижних дыхательных путей, то пневмонию он может, заподозрив, затем подтверждать рентгенологически. Грипп как заболевание обуславливает нам лейкопению. Но если развивается пневмония, мы можем видеть или же изменение этой лейкопении на лейкоцитоз, или же при тяжелом варианте течения гриппа лейкопения может оставаться, но сдвиг формулы крови влево присутствует. Лица, которые имеют какую-то сопутствующую патологию, это лица пожилого возраста, это лица, которые имеют поражение почек, тяжелое поражение почек, это беременные женщины. У них пневмония на фоне гриппа развивается чаще и быстрее. Их нужно пристальнее наблюдать. Вероятность тяжелых пневмоний на фоне гриппа у них гораздо выше, потому их рекомендуют госпитализировать сразу, если поставлен заподозран диагноз грипп. И второй вопрос. Преимущества гемикса у больных пневмонии, обусловленных H1N1 по сравнению с другими вторхиналонами. Гемикс, как и респираторные вторхиналоны, непосредственно на сам вирус гриппа, как и любые другие антибиотики, он не действует. Мы можем применять этот препарат у тех больных, у которых предположили, а тем более, если есть возможность, выделили какую-то вторичную бактериальную микрофлору, потому что этот препарат показал наивысшую активность в отношении стриптокока, который в наших изолятах составляет порядка 40-50%, и внутриклеточного паразита микоплазма, который снова же в изолятах представляет в нашей стране более 30%. В отношении одной и второй группы гемифлоксацин эффективен.